А вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Итак, отцом себе не называйте никого на земле. А как же православная традиция? Отец такой-то, и это прям как присказка, да? Священников называют отцами. Получается прямое нарушение. Кстати, часто протестанты на это указывают православным. Вы знаете, формально да. Но давайте посмотрим на контекст, чтобы постараться понять, идет ли речь про исключение слов отец, учитель и наставник из словаря. А, кстати, учитель как... У нас школьные учителя, и, в общем, никто ни разу, по крайней мере, я не встречал, никто ни разу не говорил, что им надо перестать называться учителями, да? Потому что они учат детей, да, и не только в школе бывает, и в университетах, институтах. И, в общем, принято день учителя праздновать, да? Это большое такое слово, которое очень важную роль играет в нашем словаре. И наставник, может быть, реже встречается, но смысл такой же точно. То есть, получается, это такое радикальное равенство всех, да? Никто никому ни отец, ни учитель, ни наставник. Все сами по себе, и каждый, чего хочет, то и делает. В христианстве такого как-то обычно не бывало. А если бывало, то обычно это заканчивалось неким хаосом, и потом опять выстраивалась иерархическая структура. Что же имеется в виду, что отрицание любой иерархии... Слушайте, выше же сказано о фарисеях. Он говорит с народом, там выше в 22 главе споры Иисуса с фарисеями. И в 23-й на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Тут тяжелый такой, конечно, синодальный перевод, но имеется в виду почетное место в синагоге Моисеева сидения. Стул Моисеев, на котором Моисей как бы символически может сесть. Конечно, Моисей уже умер давно. И любят, чтобы их называли учитель-учитель. А вы себе не называйте никого учителями. Наверное, здесь не то, чтобы нельзя было учить, не то, чтобы нельзя было исполнять эту функцию. Тем более, что в Новом Завете, дальше в посланиях, будет довольно много про учителей, и Павел будет себе даже отчасти присваивать этот титул отца. Он будет говорить, немного у вас отцов, я родил вас в Иисусе Христе. Да, так прямо громко заявлял. Но исключается ситуация, когда существует какой-то один учитель, какой-то один отец, неважно, там нации, церкви, и все ему следуют. Потому что иногда спрашивают, а кто глава такой-то церкви? Вообще-то глава церкви Христос. А у церкви, может быть, и мы там дальше находим славопредстоятель, кто-то еще. То есть он не глава по отношению к церкви внешне. Это роль только у Бога. Или у Христа, мы так можем сказать. Но он человек, который занимает определенную позицию в иерархии этой самой церкви, внутри нее. Не возглавляет ее в том смысле, в каком человек может возглавить некий земной институт, где действительно он полностью всем распоряжается. И, может быть, здесь речь идет именно о таком избегании земных авторитетов, при котором единый отец, учитель, наставник становится высшим не просто авторитетом, но судьей во всех делах, становится маркером. Когда потом Павел будет писать об этом тоже, «Разе разделился Христос, когда вы говорите, я Павлов, я Аполосов, простите, я Кифин, то есть у меня отец Павел, у меня отец Аполос, у меня отец Кифа». Так что мне кажется, это не столько про функции учителя или отца, в конце концов, отец биологически, по крайней мере, есть абсолютно каждого человека, а многие из мужчин сами являются отцами, а скорее про то, что отец или учитель с большой буквы, с определенным артиклем, как, кстати, и в греческом это написано, это не то, что христианам нужно. И в завершение этой отрывки, «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». То есть речь идет о том, что человек, который стремится занять место повыше в социальной иерархии, а это универсальное стремление в любом обществе, очень многие люди хотят это сделать, вот он должен, наоборот, оказаться в самом низу, и Господь так сделает, что все это произойдет. То есть в Царстве Небесном иерархия перевернута. В любом Царстве иерархия есть, да? Есть там крестьяне, еще не крестьян, рабы, если у нас рабство допустимо, выше крестьян, там, знать, все такое и прочее, а в Царстве Небесном получается все перевернуто. И в самом низу оказывается тот, кто самый главный. Как же так? А Христос на Голгофе, Христос на кресте, можно ли быть ниже, чем он? Можно ли быть более униженным? Можно ли быть более несчастным? Можно ли занимать менее значимое положение в обществе, чем положение человека, умирающего на кресте? По-моему, нет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok